Итальянский язык Несконечно долго. Каждая из них – один большой памятник архитектуры, а каждое здание – настоящее произведение искусства. Итальянские города дышат историей, хотя рядом со старинными дворцами выросли и более современные постройки, гармонично вписавшиеся в образ того или иного города. Конечно, самым величественным городом Италии является Рим. Гости вечного города могут посетить множество музеев, осмотреть роскошные храмы и средневековые дворцы. На следующем занятии мы поговорим именно о проведении досуга, посещении театров, музеев, галереи, церквей и храмов Италии. А сегодняшняя лекция посвящена ориентированию в городе. Обладая сведениями, которые вы получите сегодня, вы ни за что не потеряетесь и научитесь действовать в случае возникновения проблем, которых, я надеюсь, все же не будет. Во-первых, повторю, что итальянцы – крайне дружелюбная нация. Увидев, что у иностранца возникла какая-то проблема, например, он потерялся, итальянец с радостью предложит помощь. Неважно, насколько хорош ваш итальянский, вас постараются понять и используют для этого все средства, в том числе и язык жестов. Через несколько минут мы приступим к изучению необходимой для нахождения в городе лексики. Что касается путешествий на автомобиле, в каждом городе можно купить карты и атласы автодорог Италии. Обычно карты и атласы продаются в книжных магазинах, туристических офисах, на заправках и вокзалах, в журнальных киосках. В туристических офисах, как правило, бесплатно предоставляют простейшую карту города. Чаще всего туристические офисы находятся на вокзалах и в историческом центре города. Обычно в них есть все необходимое для того, чтобы туристы уверенно чувствовали себя в незнакомом месте. Это карты, схемы, буклеты, видеогиды и так далее. Часто здесь продают также музейные карты и театральные билеты. Если в городе есть метро или трамвайные пути, то схему маршрутов можно получить в кассах или справочных компаний, управляющих городским транспортом. Планы конкретных достопримечательностей – соборов, церквей, музеев – обычно продаются на месте. В крупных городах нередко можно встретить брошюры на русском языке. В каждом городе продаются десятки альбомов, буклетов и путеводителей, посвященных отдельному региону или городу. Но их стоит покупать на память только ради фотографий, потому что тексты в них чаще всего сумбурны и бессистемны. Различные автобусные компании выполняют местные и междугородные рейсы. Автобус – часто более дешевый и быстрый способ передвижения, если нет прямого железнодорожного сообщения с пунктом назначения. Автобусы ходят по расписанию, которое обычно можно найти в местном туристическом офисе. Также стоит сказать несколько слов о телефонных звонках из Италии. Как для местных, так и для международных звонков лучше пользоваться городскими телефонными автоматами. Оплата производится многоразовыми магнитными телефонными карточками стоимостью 5, 10 и 15 евро. Разъединение линий по истечении оплаты производится после предупредительного сигнала. Карточки продаются в журнальных и табачных киосках. Для звонков в Россию выгоднее всего использовать специальные телефонные карты для Восточной Европы. Международный телефонный код России – 007 плюс код города и номер абонента. А теперь поговорим о неприятностях, которые могут поджидать вас во время путешествия. В случае заболевания необходимо при первой же возможности связаться со своей страховой компанией по телефону 24-часовой службы, чтобы получить инструкции. Номер телефона указан в медицинском страховом полисе. Затем необходимо поставить в известность представителя фирмы или принимающей стороны. Все счета и документы, имеющие отношение к вашему лечению, необходимо сохранять, чтобы предоставить по возвращению в страховую компанию для получения возмещения. Настоятельно рекомендуется заранее на всякий случай ознакомиться с условиями действия медицинской страховки. Аптеки легко найти в Италии по вывеске «Фармачия». Летнее расписание работы аптек с 9.30 до 13.00 и с 16.00 до 22.00. Зимнее расписание с 9.30 до 12.30 и с 15.30 до 19.30. В некоторых аптеках ночью работает дежурный провизор, для вызова которого нужно просто позвонить в звонок у дверей. Дежурные аптеки, работающие круглосуточно, можно найти по табличке «Фармачия доль турно». В Италии нет туристической полиции, как отдельного полицейского подразделения, занимающегося предупреждением и расследованием преступлений против иностранных туристов. Такие преступления расследуются в общем порядке, в зависимости от вида преступления. Правоохранительные органы подразделяются на полицию и карабинеров. Полиция находится в подчинении у Министерства внутренних дел, а карабинеры – у Министерства обороны. Представители полиции отвечают за уличные ненасильственные преступления и мелкие ограбления. Зимой они одеты в синие брюки с малиновыми лампасами и голубые рубашки или куртки, а летом носят белую форму. Итальянские полицейские, как правило, говорят только по-итальянски. Карабинеры носят форму черного цвета с красными лампасами. Они отвечают за раскрытие умышленных преступлений и вооруженных нападений, но могут остановить из-за превышения скорости. Ни для кого не является секретом, что при прогулках по любому городу не рекомендуется иметь при себе крупные суммы денег наличными. Все ценности лучше оставлять в сейфе отеля. Главную опасность для туристов представляют карманники и хулиганы на мотоциклах, особенно в южных городах. Большие неприятности могут причинить и цыганские дети. В случае потери паспорта, авиабилета или багажа следует незамедлительно информировать об этом представители турфирмы, которые подскажут, каким образом вы сможете решить возникшую проблему. Если вы путешествуете самостоятельно, необходимо оформить заявление в ближайшем полицейском участке и немедленно сообщить о случившемся в консульский отдел посольства Российской Федерации. Кредитные карточки большинства мировых банковских систем принимаются к оплате за услуги. Однако перед выездом в Италию рекомендуется заранее проконсультироваться в отделе обслуживания клиентов вашего банка, будет ли приниматься ваша карточка как платежное средство за рубежом. В отелях, магазинах и ресторанах в Италии, как правило, не делают слипов с кредитных карточек, а пропускают через электронный терминал, списывающий требуемую сумму с вашего счета. Будьте готовы к тому, что у вас попросят документ, удостоверяющий вашу личность. На улицах Италии установлено большое количество банкоматов, с помощью которых можно снять наличные деньги со своего счета в банке. Максимально 250 евро в день, если нет иных ограничений банка, в котором у вас открыт счет. Возможностей для обмена денег на местные валюты в Италии предостаточно. Отель совершает обмен по не очень выгодному для клиента курсу, но не взимает комиссию за совершение операции. Поэтому в отеле рекомендуется менять только небольшие суммы на карманные расходы. Примерно такая же ситуация и с частными обменными конторами, которые можно найти по вывеске Cambio Exchange. Более выгодный курс предлагают отделения банков, но они берут комиссионные за каждую обменную операцию, вне зависимости от меняемой суммы, в размере от 3 до 5 евро. Таким образом, в банке выгоднее всего менять крупные суммы. Если есть время, то рекомендуется поискать обменный пункт или отделение банка с табличкой No Commission Golden Rate. Такая табличка обычно означает, что комиссия не взимается, а курс выше среднего. О таких пунктах обмена вы всегда сможете получить информацию от представителя фирмы непосредственно на курорте. Чтобы не стать жертвой мошенничества, не меняйте валюту у людей, предлагающих вам свои услуги рядом с пунктами обмена валюты. Ритм жизни в Италии несколько отличается от российского. Банки в будние дни обычно открыты с 8.30 до 13.30 и с 15.00 до 16.00 с небольшими вариациями. Учреждения и государственные организации работают с 9.30 до 12.30 и с 15.30 до 18.30. Католические храмы обычно открыты с раннего утра до 12.00 и вновь открываются днем около 14.00 и работают по крайней мере до 19.00 часов. Музеи обычно открыты с 9.30 до 18.30 без перерыва на обед. Летом наиболее посещаемые музеи переходят на удлиненный рабочий день. Некоторые могут закрываться даже в 11.00 часов вечера. Выходной день для музеев, как правило, понедельник. Стандартные часы работы магазинов с 9.30 до 13.00 и с 15.30 до 19.00 часов. В воскресенье и полдня в один из дней в середине недели магазины закрыты. Некоторые туристические магазины и универмаги в туристических районах работают и по воскресеньям. Не забывайте о знаменитой итальянской сиесте. Так как большинство мелких магазинчиков частные, время перерыва может плавать. Поэтому, если хотите зайти после обеда, лишний раз спросите у продавца, во сколько магазин откроется снова. Почтовое отделение работает с 8.00 до 14.00. Центральные почтамты в городах и районах могут работать до 20.00 или 21.00 часа. В каждом городе Италии вы найдете огромное количество мест, достойных вашего внимания. К сожалению, за пару-тройку дней вам вряд ли удастся посмотреть их все. Просто отправляйтесь на прогулку по улицам города, в которые вы приехали. Вы обязательно увидите много интересного, даже если не будете ничего искать. Или же выберите места, которые придутся вам по душе после просмотра путеводителя. Скоро вы научитесь ориентироваться в городе, и настанет время приступить к осмотру достопримечательностей. Итак, начнем с самых простых слов и выражений. Перед Стр sorta. Акканто а. Рядом с. Аккканто а. Ла Скуолая. Рядом со школой. Акканто а. Ла Скуола. Рядом со школой. Справа. Адестро. Слева. Ас синистра. Справа. Адестро. Слева. Ас синистра. Пьяца. Площадь. ВИА, Страда, улица, ВИАЛЕ, бульвар, ВИКОЛО, переулок, КРОЧЕВИЯ, перекрёсток, ПЯЦА, площадь, ВИА, Страда, улица, ВИАЛЕ, бульвар, ВИКОЛО, переулок, КРОЧЕВИЯ, перекрёсток, Лаго озеро. Станью пруд. Фьюме река. Лаго озеро. Станью пруд. Фьюме река. Лунгофьюме набережная вдоль реки. Лунгомаре набережная вдоль моря. Лунгофьюме набережная вдоль реки. Лунгомаре набережная вдоль моря. ПОНТЕ мост. ПОРТО порт. ПОНТЕ мост. ПОРТО порт. СЕМАФОРО светофор. ЗОНА ПЕДОНАЛЕ пешеходная зона. КОРТИЕРЕ район. ЖАРДИНО ПУБЛИКО ПАРК СКВЕР. СЕМАФОРО светофор. ЗОНА ПЕДОНАЛЕ пешеходная зона. КОРТИЕРЕ район. ЖАРДИНО ПУБЛИКО ПАРК СКВЕР. КАТТЕДРАЛЕ. СОБОР. КИЕЗА. ЦЕРКАВЬ. МУЗЕЙ. ТЕАТРО. ТЕАТР. ЧИНЕМА. КИНОТЕАТР. КАТТЕДРАЛЕ. СОБОР. КИЕЗА. ЦЕРКАВЬ. МУЗЕЙ. ТЕАТРО. ТЕАТР. ЧИНЕМА. КИНОТЕАТР. ЭТО РЯДОМ. ЭВИЧИНО. ЭТО ДАЛЕКО. ЭЛОНТАНО. Это далеко? Где находится ближайшее почтовое отделение? Где находится информационное бюро? Не могли бы вы показать на карте, где я сейчас нахожусь? Где находится автобусная остановка? Где находится автобусная остановка? Где находится ближайшая станция метро? Где находится ближайшая станция метро? КОМЕ ФАЧЁ ПЕР АРИВАРЕ А? КАК ДОЕХАТЬ ДО? КОМЕ ФАЧЁ ПЕР ПАССАРЕ АЛЛА ПЯЦА? КОМЕ ФАЧЁ ПЕР ПАССАРЕ АЛЛА ПЯЦА? КОМЕ ФАЧЁ ПЕР ПАССАРЕ А? КОМЕ ФАЧЁ ПЕР ПАССАРЕ А? КОМЕ ФАЧЁ ПАССАРЕ А? КОМЕ ФАЧЁ ПЕР ПАССАРЕ А? КОМЕ ФАЧЁ ПЕР ПЕР ПАССАРЕ А? КОМЕ ФАЧЁ ПЕР ПАССАРЕ КСТО ПЕР МАТЬ У МАВИТЕ? КОМЕ ФАЧЁ ПЕР ПОССАРЕ А? Как называется эта остановка? Как называется эта остановка? Извините, этот автобус идет до... Извините, этот автобус идет до... Дорожная карта. Бесплатная стоянка. Платная стоянка. Дорожная карта. Бесплатная стоянка. Платная стоянка. Здесь можно парковать машину. Сипо паркеджаре куи. Где находится ближайшая бензоколонка? Дове ель просимо дистрибуторе? Здесь можно парковать машину. Сипо паркеджаре куи. Где находится ближайшая бензоколонка? Дове ель просимо дистрибуторе? Такси. Такси. Ударение на первый слог. Мне нужно такси. О безонье диун такси. Мне нужно такси. О безонье диун такси. Не могли бы вы вызвать мне такси? Ми пуо кямаре ун такси, пер фаворе. Не могли бы вы вызвать мне такси? Ми пуо кямаре ун такси, пер фаворе. Где находится ближайшая стоянка такси? Дово си трова il постегgio пью vicino del такси? Где находится ближайшая стоянка такси? Дово си трова il постегgio пью vicino del такси? А теперь прочитаем небольшой диалог. In Piazza di Spania. Мария. Allora, se vuoi andare alla chiesa della Trinità dei Monti, io resto qui per comprarmi qualcosa in questo negozio. Laura. E dove ci troviamo dopo? Maria. Per esempio, accanto alla fontana. Fra due ore. Laura. D'accordo. Fra due ore. Laura. Cosa hai comprato? Maria. Ho comprato dei regali per i nostri amici. Laura. Bene. Hai fame adesso? Abbiamo visto una trattoria qui vicino. Perché non ci andiamo? Maria. Ottima idea! А теперь читаем диалог еще раз и переводим. Maria. Allora, se vuoi andare alla chiesa della Trinità dei Monti, io resto qui per comprarmi qualcosa in questo negozio. Maria. Тогда, если ты хочешь пойти в церковь Trinità dei Monti, я останусь здесь и куплю что-нибудь в этом магазине. Laura. E dove ci troviamo dopo? Laura. И где мы потом встретимся? Maria. Per esempio, accanto alla fontana. Fra due ore. Maria. Например, около fontana. Через два часа. Laura. D'accordo. Laura. Я согласна. Fra due ore. Через два часа. Laura. cosa hai comprato? Laura. Что ты купила? Maria. Ho comprato dei regali per i nostri amici. Maria. Я купила подарки нашим друзьям. Laura. Bene. Hai fame adesso? Abbiamo visto una trattoria qui vicino. Perché non ci andiamo? Laura. Хорошо. Сейчас ты проголодалась? Мы видели трattorie здесь неподалеку. Почему бы нам не пойти туда? Maria. Ottima idea. Отличная идея. Надеюсь, у вас не возникло трудностей. Кстати, в самом начале диалога была упомянута церковь Тринитадой Монти, церковь Святой Троицы на горах. Она находится в Риме, на вершине испанской лестницы. Кардиналом-священником церкви является французский кардинал Филипп Барбарен. Мессы служили и служат на французском языке. К церкви Святой Троицы ведет знаменитая испанская лестница, получившая название от располагающейся у подножия холма площади Испании. Пиаца в Испания. Многомаршевая широкая лестница, насквозь прорезающие кварталы Старого Рима, построена в 1723-1726 годах архитектором Франческо де Санктисом. У подножия лестницы находится фонтан Баркачча, работы Пьетро Бернини, отца знаменитого архитектора и скульптора Джованни Лоренцо Бернини. Название Баркачча, Баркас, фонтан получил благодаря своей форме полузатопленной лодки и установлен в память о случившемся в 1598 году наводнении, когда на затопленной площади села намель лодка. Подробнее о достопримечательностях Рима и других итальянских городов я расскажу на следующей лекции. А сейчас вернемся к нашим диалогам. Послушаем еще один и постараемся понять, о чем идет речь. Горгия. Горгия. Марина. Горгия. 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 ПОЛЬНОЕ 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 ЧИТАЕМ ДИАЛУКИ ЕЩЕ РАС И ПЕРЕВОДИМ ПРЕНДЯМО УН ТАКСИ И ИНДИАМО ИН ЧИТА? ГОРДЖО, ВАЗЬМЁМ ТАКСИ И ПОЕДЕМ В ГОРОД? МАРИНА, ВОЛЕНТЬЕРИ, ИЛЬ ТРЕНО ПАРТЕ ФРА ЧИНКУЕ ОРЕ И ОЛЬ ТЕМПО ДИ АНДАР ЭВИДЕР ЭЛА ЧИТА? МАРИНА, СУДОВОЛЬСТВИМ, ПОЕСТ ОТПРАВИТСЯ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЧИСОВ И У МНЕЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОСМОТРЕТЬ ГОРОД? ГОРДЖО, ПРЕНДЯМО КУЭСТА СТРАДА Э АРРИВЯМО ИН ЧЕНТРО? ГОРДЖО, ПАЙДЁМ ПА ЭТЪ УЛИЦИ И ПРИДЁМ К ЦЕНТРУ? МАРИНА, ЧИ СОНО ДЕЙ БЕЙ ПАЛАЦИ? МАРИНА, КРАСИВЫЕ ДОМА? ГОРДЖО, СИ, ПЕРЕЗЕМПИЮ КУЭСТО А СИНИСТРА ЭИЛ ПАЛАЦЦО ДЕЛЕ ПОСТИ И ТЕЛЕГРАФИИ? ГОРДЖО, ДА, НАПРИМЕР, ТОТ, ЧТО СЛЕВА, ЭТО ЗДАНИЕ ПОЧТЫ И ТЕЛЕГРАФА. МАРИНА, КЕ БЕЛЛА ПЯЦА! МАРИНА, КАКАЯ КРАСИВАЯ ПЛОЩАДЬ? ГОРДЖО, КУИ ЭЛ ЧЕНТРО ДЕЛЛА ЧИТТА? ЭККО ЛА КАТТЕДРАЛЕ А ДЕСТРА ЭЛ МУНИЧИПИО А СИНИСТРА. ГОРДЖО, ЭТО ЦЕНТР ГОРДЕ, СПРАВА КАФЕДРАЛЬНИЙ СОБОР, А СЛЕВА МУНИЦИПАЛИТЕТ. МАРИНА, ЭККВЕСТО ЧЕРТО ЭЛ МЕРКАТО? МАРИНА, А ЭТО, КОНЕЧНО ЖЕ РЫНОК. ГОРДЖО, СИ, УН МЕРКАТО НУОВО. ГОРДЖО, ДА, НОВЫЙ РЫНОК. МАРИНА, ЭУ НА ПИККОЛА ЧИТТА МОДЕРНА Э АНИМАТИССИМА. МАРИНА, ЭТО МАЛЕНКИЙ СОВРЕМЕННЫЙ И ОЧЕНЬ ОЖИВЛЁННЫЙ ГОРД. ЗДЪСЬ ЕСТЬ ТЕАТРЫ? ГОРДЖО, СИ, КУЙ ЧИ СОНО ДУЕ ТЕАТРЫ. ИНОЛТРЕ АБЯМО ДУЕ САЛЕ ПЕРЕ КОНЦЕРТИ. ГОРДЖО, ДА, ЗДЪСЬ ЕСТЬ ДВА ТЕАТРА. А ЕЩЁ ДВА КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛА. МАРИНА, ЖАЛЬ, ЧТО СЕГОДНИЯ Я НЕ МОГУ ПОБЫТЬ ЗДЪСЬ ДОЛЬШЕ, НО В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я ОСТАНОВЛЮСЬ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. В ИТАЛИИ НАХОДИТСЯ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕАТРОВ, В КОТОРЫХ КРУГЛЫЙ ГОД КИПИТ ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И ОТКРЫВАЕТСЯ СЕЗОНЫ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК. Я советую вам сходить в театр, если у вас будет такая возможность во время вашего пребывания в Италии. И лучше пусть это будет именно опера, ведь для просмотра спектаклей драматических все же нужно иметь неплохой уровень языка, а язык музыки понятен каждому. Италия является родиной оперы, которая продолжает жить благодаря гениальности композиторов и исполнителей. Оперные сезоны проходят, как правило, с декабря по июнь, и во многих итальянских городах, и привлекают ежегодно все большее число туристов. Оперные театры есть в Риме, Милане, Венеции, Вероне и других городах Италии. На этом лирические отступления закончены, и мы, наконец, переходим к рубрике «Грамматика». Сегодня мы поговорим о личных местоимениях. Личное местоимение в функции прямого дополнения заменяет существительное, которое выполняет такую же функцию в предложении, то есть отвечает на вопрос «Кого? Что?». Обычно употребляются безударные формы. Для смыслового выделения существуют и формы ударные. Безударное местоимение предшествует глаголу, ударное следует за ним, или становится в конце предложения. Кроме того, ударные формы употребляются после предлогов и после слов «КОМЕ», «КУАНТО», «СЕКОНДО», а также в обращениях. «ВЕНЕ ОЛ ЧИНЕМА КОННОЙ». «ТИ ПОЙДЕШЬ С НАМИ В КИНО?» «УНА ДОННА КОМЕ ТЕ» – «Такая женщина, как ты». «СЕКОНДО МЕ» – «ПО МОЕМУ МНЕНЮ», «ПО МОЕМУ». «БЕАТО ТЕ» – «СЧЕСЛИВЧИК». Безударная форма. «МИ – МИНЯ», «ТИ – ТЕБЯ», «ЛО – ЛА» – «ЕГО», «ЕЁ», «ЧИ – НАС», «ВИ – ВАС», «ЛИ – ЛЕ – ИХ». Ударная форма. «МЕ – МИНЯ», «ТЕ – ТЕБЯ», «ЛУЙ – ЛЕЙ» – «ЕГО», «ЕЁ», «НОЙ» – НАС», «ВОЙ – ВАС». «ЛОРО» – «ИХ». «Л'ИНСИНЯНТЕ МИ ИНТЕРРОГА», «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МЕНЯ» «СПРАШИВАЕТ». «ИО ТИ ВЕДО», «Я ТЕБЯ ВИЖУ». «ТУ ЛО ЛА АСКОЛЬТИ», «ТЫ ЕГО ЕЁ СЛУШАЕШЬ». «МАРИНА НОН ЧИ ВЕДЕ», «МАРИНА НАС НЕ ВИДЕТ». «НОЙ НОН ВИ АСПИТЯМО», «МЫ ВАС НЕ ЖДЁМ». «НОН ЛИ ЛЕ КОНОЩЯМО», «МЫ ИХ НЕ ЗНАЕМ». «Безударные местоимения в форме третьего лица и единственного числа апострофируются перед гласными и буквой «акка», которая в итальянском языке не читается. «ЛО О» и «ЛА О» образуют «ЛО». Например, «ГУАРДО ЛА ЧИТА ЭЛЛА МИРО», «Я СМОТРЮ НА ГОРОД И ЛЮБУЮСЬ ИМ». «И ОЛО ВИСТО», «Я ЕГО ВИДЕЛ». «ЭТИ ЖЕ МЕСТОИМЕНИЯ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ ЛИ И ЛЕ» Апострофировать нельзя. «СОНО И КВАДРИ ФОМОЗИ ЭНОИ ЛИ АММИРИЯМО» Это известные картины, и мы восхищаемся ими. В сложных временах окончание причастия согласуется с личным местоимением. «ЛО ИНКОНТРАТА ЕЕРИ» «Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ ВЧЕРА». «ЛИ О ИНКОНТРАТИ ЕЕРИ» «Я ВСТРЕТИЛ ИХ МУЖСКОЙ РОД ВЧЕРА». «ЛЕ О ИНКОНТРАТА ЕЕРИ» «Я ВСТРЕТИЛ ИХ ЖЕНСКИЙ РОД ВЧЕРА». Местоимение «ЛО» также может иметь значение «ЭТО». «НО НЛО СО» – «Я ЭТОГО НЕ ЗНАЮ». Личное местоимение функции косвенного дополнения заменяет уже известное или называвшееся ранее существительное, отвечающее на вопрос «КОМУ». Как и при употреблении личных местоимений функции прямого дополнения, ударные формы используются для смыслового выделения. Безударное местоимение предшествует глаголу. Ударное становится в начале или в конце предложения. «МИ ФАЙ УН ФАВОРЫ» – «Сделаешь мне одолжение». «О НОЙ НОН ПЕНСИ МАЙ» – «О НАС ты никогда не думаешь». Итак, косвенное дополнение. Безударная форма. «МИ» – «МНЕ», «ТИ» – «ТЕБЕ», «ЛИ» – «ЛЕ» – «ЕМУ», «ЕЙ», «ЧИ» – «НАМ», «ВИ» – «ВАМ», «ЛОРО» – «Как для мужского, так и для женского рода им». Ударная форма. «А МЕ» – «МНЕ», «А ТЕ» – «ТЕБЕ», «А ЛУЙ» – «А ЛЕЙ», «ЕМУ», «ЕЙ», «А НОЙ» – «НАМ», «А ВОЙ» – «ВАМ», «А ЛОРО» – «ИМ». Рассмотрим примеры. «ТУ МИ РЕСПОНДИ», «ТИ МНЕ ОТВИЧАЕШЬ». «ИО ТИ ДО КВЕСТО ЛИБРО», «Я ДАЮ ТЕБЕ ЭТУ КНИГУ». «НОЙ ЛИ ЛЕ РЕСПОНДЯМО». «Мы ЕМУ, ЕЙ ОТВИЧАЕМ». «ЧАЙ ДАТО ЭЛ ТУ НУМЕРО ДИ ТЕЛЕФОНО». «Ты дал нам свой номер телефона?» «ИО ВИ РЕСПОНДО». «Я вам отвечаю». «ТУ РЕСПОНДИ ЛОРО СУБИТО». «Ты им сразу отвечаешь». Обратите внимание на то, что местоимение «ЛОРО» всегда ставится после глагола сказуемого. А теперь перейдем к следующей теме сегодняшнего занятия. Это «ПРОСТОЕ БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ» или «ФУТУРО СЕМПЛИЧЕ». «ПРОСТОЕ БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ» образуется от неопределенной формы глагола без конечного гласного. «Э» с прибавлением окончаний, одинаковых для всех трех спряжений. Глагол первого спряжения «ПАРЛАРЫ». «ИО ПАРЛЕРО», «ТУ ПАРЛЕРАЙ», «ЛУЙ ЛЕЙ ПАРЛЕРА», «НОЙ ПАРЛЕРЕМО», «ВОЙ ПАРЛЕРЕТЕ», «ЛОРО ПАРЛЕРАННО». В глаголах первого спряжения гласный окончание инфинитива «А» меняется на «Э». Но двусложные глаголы, такие как «старе», «фаре», «даре» сохраняют гласный «А». Глагол второго спряжения «ВЕНДЕРЕ». «ИО ВЕНДЕРО», «ТУ ВЕНДЕРАЙ», «ЛУЙ ЛЕЙ ВЕНДЕРА», «НОЙ ВЕНДЕРЕМО», «ВОЙ ВЕНДЕРЕТЕ», «ЛОРО ВЕНДЕРАННО». И, наконец, глагол третьего спряжения «ФИНИРЕ». «ИО ФИНИРО», «ТУ ФИНИРАЙ», «ЛУЙ ЛЕЙ ФИНИРА», «НОЙ ФИНИРЕМО», «ВОЙ ФИНИРЕТЕ», «ЛОРО ФИНИРАННО». Спряжение глаголов в простом будущем времени имеет некоторые особенности. Чтобы отразить на письме произношение согласных «к» и «г», при написании глаголов в тех формах, где это необходимо, между основой и окончанием вставляется «акка». Глаголы первого спряжения, оканчивающиеся на «иаре», теряют «и» основы. Постарайтесь запомнить спряжение некоторых неправильных глаголов. Другая группа неправильных глаголов имеет при спряжении в будущем времени удвоенное «р». Оставаться. Римарро. Венире. Приходить. Верро. Волере. Хотеть. Ворро. Бере. Пить. Берро. Запомните форму футура-семпличи в вспомогательных глаголов. Авере. Авро. Аврай. Авра. Авремо. Аврете. Авранно. Эссере. Саро. Всарай. Всара. Всаремо. Всарете. Всаранно. Футура-семпличи обозначает действие в будущем, однако вместо него в разговорной речи часто употребляется презенте. Например, Альдо парте домани. Альдо уедет завтра. Торно фрадуэсеттиманы. Он вернется через две недели. Также простое будущее время может использоваться для выражения предположения. Авра треньтанни. Ему или ей должно быть 30 лет. Саранно ледьечи. Должно быть сейчас 10 часов. А сейчас пришло время повторить слова, которые мы выучили на сегодняшнем занятии. Девантий а. Напротив. Адастра. Справа. Асинистра. Слева. Девантий а. Перед. Ди фронте а. Напротив. Адастра. Справа. Асинистра. слева, пьяца, площадь, вия, страда, улица, виале, бульвар, виколо, переулок, пьяца, площадь, вия, страда, улица, вiale, бульвар, виколо, переулок, понте, мост, порто, port, семафоро, светофор, кattedрале, сабор, понте, мост, порто, port, семафоро, светофор, кattedрале, сабор, lungофьюме, lungomare, набережная, фьюме, река, стано, прут, лаго, озеро, lungофьюме, lungomare, набережная, фьюме, река, стано, прут, лаго, озеро, крочевия, перекресток, картина страдале, дорожная карта, паркеджо, стоянка, такси, такси, крочевия, перекресток, картина страдале, дорожная карта, паркеджо, стоянка, такси, А теперь запишите задания, которые вам предстоит выполнить. Проспрягайте следующие глаголы в футуро-семпличе. Следующее задание. Поставьте глаголы в скобках в футуро-семпличе. Домами я не могу прийти. Домами я буду прийти. КЛАУДИЕ ПИТРО РИМАНЕРЕ КУИ КОН НОИ ДУРАНТЕ ЛЕ ВАКАНЦЕ АННА ВИСИТАРЕ РОМА ДОМАНИ НОИ АНДАРЕ АЛЦИНЕМА ДОМАНИ АЛЦИНЕМА ДОМАНЦИМА 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 ДОМАНИ ИО КОМПРАРЕ КОЛЬКОЗА ДА МАНЖАРЕ Переведите с русского на итальянский язык. Вы останетесь дома. Ты пойдешь в магазин на следующей неделе? Они купят подарок Марине. Я не знаю ее размера и не смогу купить ей туфли. Вы поможете Паулу? Четвертое задание. Скажите по-итальянски. Поставьте местоимение в нужной форме и переведите предложение. Поставьте местоимение первого лица единственного числа. Дай уна леттера. Ио, второе лицо, единственное число. До, ун вокаболарио. Ту, третье лицо, единственного числа женского рода. Дай иллибро. Ту, нон, третье лицо, единственного числа мужского рода. Дай уна матита. Джорджо, первое лицо множественного числа. Салюта сэмпре. Ио, второе лицо множественного числа. Интеррого. Ио порто. Третье лицо множественного числа. Име иллибри. Вставьте личное местоимение в нужной форме. Сегодняшняя лекция подошла к концу. Надеюсь, она была для вас интересной. На следующем занятии я расскажу вам о самых интересных достопримечательностях Италии. И дам необходимую лексику. До скорого. A presto. Продолжение следует. Продолжение следует...